Мы находимся на фламе Дали Тамудбета, если не ошибаюсь, дошли до Мишны. Начинаю новую Мишну, мы света дешмая. Раби шмой ломер, шлуша адасим, веште аравот, внулавы хадвы и трогы хад. То есть все то, что мы говорим, так мы и у нас принято. Поскольку я знаю, у всех практически есть, правда, немножко тайманский, немножко другим и наим. В принципе, так у нас принято, что мы берем... А? А возьмите много, пачка. Есть, которые много, сейчас будем разбираться, да. Значит, наоборот, шлуша адасим, нужно взять 3 адаса, 3 этих мирты, 2 орвы, что мы делаем 2 ивы, 2 ветки ивы. Игмарат спросит вопрос, который, естественно, очевидно, почему. Если мы скажем, что Катума-то не кошерная, тогда... И нужен 3, тогда нужно все 3 и не ктумим. Если Катума-то кошерная, почему только 2 нормально, а 3 нет? Вот видим. Раби шмой ломер хазарба, то, что называется. Изменился с умением в сердине. Рабитарф, Мерафилов, Штанг, Тумин. Рабиштарф говорит, что даже если все 3, они сломаны верхушки, это нормально, потому что он считает, что сломана верхушка, это нормально. Теперь объясняет, здесь кто-то из них объясняет, по-моему, Рош приводит объяснение, чем отличается Адаст от всех остальных вещей, чем все остальные. Ива и Лулав есть отломанная верхушка, написано, что это не кошерная, никто с этим не спорит, а здесь Вадасе он спорит. Это очень простая вещь, Вадасе листья закрывают верхушку, не видно, что она отломана, не так это заметно. В Лулаве она видна такая, отломанная верхушка, Ива тоже, там листья не закрывает ствол, там верхушка отломанная видна. А в Иве, а в этом самом Ава Мирте, поскольку там из ветки закрывает стол, то там готовная верхушка не так заметна. То так считает Раби Тарфом. Раби Акива спорит с этим, говорит, что всего нужно по одному взять. Один Итрог, один Лулав, также одну Мирту и одну Иву. Всего по одному. Топ, нужно знать смотреть, начинаем море смотреть. Таня, Брайта. Раби Шмолемер, при Эт Садар, Эхад. Нужно взять, написано в Таре, при Эт Садар, плод великолепного дерева. Вот так мы это перевели, не знаю, сколько правильно, но это мы знаем, что это Итрог. Так мы в Таре получили, что это Итрог. И так, Мария немножко объясняет уже это. То есть, в принципе, да? Вы Капат Тмарим. Значит, написано в Таре, Капат Тмарим. Значит, экспресса мы читаем Капот. Капот – это множество числов. Но написано в Таре, Капат, без Бава, что слышно? Слышится как единственное число. То есть, Капат Тмарим, то есть, мы берем только одну ветку Иву. Так, говорит Раби Шмолемер. Этой самой, да, извиняюсь, это Лулав, русский Пальм. В Анаф Эт Савод. Написано в Таре, Анаф Эт Савод. Дословный перевод – ветку, дерево, которое… Лиа – густво лиственного, пускай так будет. В любом случае, здесь есть дружь. А именно Анаф Эт Савод. Анаф – это один, Эт – это два, вот это три. Поэтому получается всего по три штуки. Три. Значит, как можно было другого написать, я не знаю, но так он пишет, что Анаф Эт Савод – это три. Анаф – это еще, ладно, а вот это, как бы, наше пределение отказается. Анаф – это один. Несмотря на это, там угла – хадец, хада, вот хад. Так, говорит, раз, что я могу сделать. Нам эти дружки не очень понятны, тоже здесь написано. Арвей нахельштайм. Арвей нахель – это множественное число. Ивы, личные ивы, множественное число, минимальное количество из множественного числа – это, как известно, два. Анаф – это нужно привести две ивы. Хотя вот это можно сказать, что только два. Анаф – это штайм, а вот он штайм. Анаф – вот, я не уверен, что есть слово «цепочка» в единственном числе. Анаф – это не, а вы это толстая, это не цепочка. Я не уверен, что есть такое слово. Может быть, я вот это не знаю, что это не верен. Как бы то ни было, это как бы то ни было, Арвей нахель – это штайм. Отсюда говорят решением, как мы уже видели, что поскольку здесь гмора дуреш – если его нет, дальше-то здесь мора говорит, что почему написано «Арвей нах аль» – это 2, отсюда еще нужно 2 арвей нахель – это значит, что мы спорим, что сказали выше, потому что мора – тайACH. Нам Эдамидов Ударев учил,исто adjustments «нарвей нахель» – не только годятся которые растут на реке, но и те, которые растут на горах тоже. Почему? Говорят, потому что «нарве нахаль» множественное число – хочешь такие, хочешь такие. Говорят, это хорошо по мнению раба Акиба, который говорит, что «нарвей нахаль» – один арвей, поэтому «рао нахиль» остается множественное он бизнес конечно другая тоже хорошо а по мнению раби тарфана по мнению то накама раби шмоли что нужно 2 ровы значит подходу знаю что рвейнах а поэтому рвейнах уходит на эту дрошу у нас остается проблема что нужно именно рвейнах именно личные его нет как мы разбираем продолжает мара по филу шнай мгдави альшу нока тум даже если продолжает и стоит ли хора тут сам раби шмой продолжаешь и даже если 2 из 3 мир то не с облавными верхушками 1 нет это тоже каша раби тарфмир слушая раби тарфмир нужно взять 3 1 со 3 мир ты а филу что штанг тумим даже если все 3 они с натурными верхушками тоже нормально раби кюмер кешем шелула выход в трогих от к хадасы хадвара вахат обе кюска что же как и трог один берешь также берешь один лула втаж берешь одну арабу и один тасс а мурорами лезали холи и трога маян богу дахас просил его раби лезер может все все пять видишь все четыре вида связать вместе именно и трог вместе с вместе со всеми все вместе в одну связку так спросил раби лезер обе кива а марта он сказал так сказал в химе марпере цадар в к поезд марим а лолон и мар или копат марина что значит написано в тарине написано в об и написано такая фраза я написано в игроков гима а сейчас откроем в игроков гима какой-то поскольку а и кроков гима мы как-то улака написано 3 следующий фраз до следующий стих было как-то улака и возьмите вам въем решён при это дар плод в раха гнида ра дальше написано капот марим капот табри написано без соединительного союза и вов без вов просто капот марим вэ анаф и завоис вервый нахал еще что и знаешь что есть написано такая интересная вещь что а когда придется дар отдельно то есть потом написаны то есть нас есть такая вещь что каскаде и и то есть написано и про про это самый про то есть про тамар капот марим в написано и взять и арвейнахаль и мирту а строк написано отдельно шо мацудучим шо эти три связываются в отдельной трог берется один так мы это учим а марта выхин и мар приед садар имя написано вэ капот марим есть там написан был вов после перед этим самым перед лавами наханами нужно так сказать но поскольку вов перенаписано беру лав написано луны мар или капот марим значит нет у меня инши мяк вензе и дзе что и знаешь что есть у тебя есть только три вида нету 4 вида то нет никакой мису взять три вида и что это по-другому связано это одна митва не 4 митвот начинается если вещи надо которые одна митва то есть которые вещи кто несколько митвот и несмотря на то что и вещи бывают связаны все равно это одна митва или митва пример тфелин два из ситуациях дачек принят у него двух тфелин или не может и двух фильмов что можно санет рук человек которого нет руки ла-лейну он не может видеть на руку лула допустим двух рук давайте что мы не будем это мы сейчас будут он и стал на войне в него трубили две руки у него некуда девать вели на руку теперь он должен вашей однокулу вы нет ответ да должен если можешь спросить кого-то или протеза или на он обязаны хот на голову почему обязан задать на голову потому что две разные митвы так мы учим что это две разные митва одна митва которая называется тфелин шийад ручной тфелин 2 называется тфелин широш Потому что мы верхим одну мураху Потому что он называется Тферин Значит, эта вещь, которая написана Есть вещи, которые не так У нас лулав, то есть, пример Это не так, что все четыре вида Это одна митцва Если нету четырех видов, то нет никакого смысла брать три вида Митцвуды не выполняешь Потому что четыре вида, это одна митцва Откуда мы знаете, что мы видим Написано Что нужно взять их все вместе То есть, есть там Лакактам это шалем Цельный отсюда того, что цены учатся в том числе что нужно взять все 4 вида целиком, не отдельно там 3 или отдельно 2, или отдельно 1 значит нужно взять все 3 или 4 вида целиком точно так мы отсюда учим итак Лала Х есть по-разному интересную посмотрим, ладно вопрос, можно ли делать одну митцу утром взять лав потом днем взять ораву, у меня все есть и я знаю, что мне все принесут можно ли утром взять лав, потом через час взять литрок, потом через час взять ораву потом через час здесь оттас ну и что? кто скажет, что это проблема? есть мнение, что вы как-то еще не отца что-что? я просто спрашиваю, пока что я царю потом не будем разбирать завтра а царю, который хэгет, да но который нет царю хэгет, парабону в Раби Шмой спрашивает Марамановша, а Раби Шмой мы не понимаем его мнение Ишли Мин Баинен, если он говорит, что которая с оторванной головой, с оторванной верхушкой это не кашерна, я леба и намет кулю чтобы все три были все три этих самых мертвы были с оторванной головой должны быть и лоба и шлями, если мне не нужно целые и афилу хады нами, даже если одна отломанная тогда тоже плохо, тогда тоже будет не кашерна намет кулю Омар Бироя, Бироя это имя мудреца Омар Абби Абби Хазар Бураби Шмой Раби Шмой, он изменил сомнение сначала он считал, что нужно три все три лола, все три, три мирты потом он сказал, что достаточно одной достаточно одной, достаточно даже если две с отломанными головами тоже хорошо, почему, даже если двух деда тоже хорошо, потому что с отломанными головами как будто дедом и отсюда начинается очень интересный вопрос что если мы скажем, что три это лола хаба говорит, что нужно три адаса если мы скажем, что три это давка так и учитаем лола хаба Раби Шмой же нужен что один алал он считает, что то, что написано здесь как называется анафица вот, отсюда он не делал дрожь достаточно одного и достаточно одного почему можно взять три тем более, еще один вопрос почему можно взять два дикошерных если взять, скажите, у тебя может бальтониси войти, да, а как тебе нужно взять один мы говорим, что нужно взять три анафица, Раби Шмой говорит, что нужно взять один если нужно взять один нужно взять один как ты берешь три, да еще два дикошерных у тебя есть бальтониси войти то есть дикошерных, как на это смотреть не пасут за измечность, что можно взять два дикошерных тоже анафица, Раби Шмой может взять все три дикошерных анафица, может взять и дикошерных да, да, нужно собирать я просто пока что как называю первый проход, бросаю вопрос что ли хора нужно три, но даже если три с которыми головами, то это тоже хорошо, тоже нормально, тоже выходит Газдараб Шмулятамей сказал Шмуль, Шмуль сделал как бы действие по своему мнению, что он сказал Шмуль сказал продавцам мирт, то есть видно перед праздником стояли эти самые духа как по-русски, баста прилавки и продавали мирту и они стали видно завершать цены немножко, и он им сказал аж вы вызвину, спускайте цены и продавайте по нормальной цене, а не завышены, почему, вы и лоо извините, и сделайте дали что-то у Карабетарфа я скажу всем, что лоха Карабетарфа, и что тогда будет, тогда никто вас не будет так долго покупать Мэй Тайм, почему так сказал Шмуль или мэш он дай бикель, потому что он облегчает не должен, что у Карабетарфа, если он хотел, то есть что-то объяснять решение если мы считаем, что он не считает селка Карабетарфа, он просто хотел пригрозить зачем он сделал пригрозить, не потому что он действительно так собирался сделать, потому что сегодня так нельзя было делать а он хотел, чтобы они спустили цену, а нужно было сказать, что он скажет, Карабетарфа достаточно одной а веке вы считает нас пишешь достаточно 1 а говорит мара да мы китая мара поняли что домик или твой он более облегчает и поэтому что мы говорим почему скажу сейчас войдет почему это самый чувствовал сейчас пойдем почему 1 чем 3 так мара поняла на данный момент сколько легче найти одну чем 3 если он хотел просто ему грозить на самом деле он не собирался такую вещь делать ну скажешь я буду скажу скажу как шарбаха крабия кивош достаточно одна поскольку он сказал что скрутка логарбитарфа наверно так считал возникает вопрос если он так считал почему так не сказал зачем нужно угрожать и считаешь что логарбитарфа на видишь а логар Kaitarфа зачем нужно угрожать если так сделать и скажу как грабитарф он начинает что он не хотел откровить логарбитарфа почему потому что очевидно что более мудар как называется более красиво более митва который более лучший выполняется если все они крепкие они все эти самые цены что даже если условно тоже хорошо тоже выдеход митуску на это митсуа которая хуже отливается лому ударни как сказать не 1 классами цови знака скать потому что он сказал, он не хотел говорить, что всем лоха к рабе Тарфу, но пригрозил им, что если вы не снимите цену, если не снимите цену, не делать цену нормально, то я так и сделал. Говорю, мол, отсюда нельзя доказать, почему, потому что, может, он считает, что лоха не к рабе Тарфу, не к рабе Акива, а все, что он хотел им пригрозить. Почему же он пригрозил рабе Тарфу, но не рабе Акивы? Катум хадвэ локатум лошхях. Тлоса вектум и шхихай хадвэ локатум лошхих. Потому что легче найти три сломанных, чем один целый. Поскольку так, он хотел пригрозить, возможно, что он хотел пригрозить, что он не собирался действительно так о лоху говорить, потому что он считает, что лоха не к рабе Тарфу, и же нужно все целые. Но просто, что пригрозил, он сказал, что будет скатеррогатум. Почему он так пригрозил на корабе Акива? Потому что это еще, то есть, это легче найти три сломанных, чем один не сломанных. Два здесь сегодня остановимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok